Приём-приём, выжившие на связи Шедимэн, добро пожаловать в новую часть выживания в зомби-апокалипсисе в Майнкрафте. Наконец-таки совместными усилиями нам удалось найти Стефа. Правда, прямо сейчас, сзади меня он находится в очень плохом состоянии. Я думаю, что в скором времени он всё-таки поправится, но чтобы это ускорить, давайте все вместе под этим роликом прямо сейчас поставим большой палец вверх. И надеюсь, что это ему действительно сильно поможет. А также у меня для тебя есть один интересный вопрос. Знаешь ли ты, как называется вот эта корпорация, которая изображена вот на этой картине? На самом деле, в одной из предыдущих частей мы уже говорили об этом, но мало ли что. В общем, пиши её название в комментариях под этим видеороликом. А те, кто находится здесь впервые, не стесняйтесь, нажимайте на красную кнопку подписаться, вы точно не пожалеете. А я пока что буду думать, что делать со Стефом. Приятного тебе просмотра. Так, стой, не подходи. Не подходи, я стрелять буду. Так, ну его нафиг, я лучше вообще дверь закрою. Стеф, поднимайся скорее. Здесь фигня какая-то непонятная ходит эта, за которой я последовал, хотя с другой стороны я благодаря вот этому существу нашёл хотя бы тебя. Так, жизнь какая-то. Так, ладно, сейчас я немного постою, короче, я не знаю. Если он отсюда не уйдёт, я даже не знаю, что делать. Так, там зомби, походу, ещё подходят. Вот, только зомби не хватало. Он, наверное, сейчас зомбаков как по-что больше вообще сюда притянет. Так, ладно, надо ещё раз проверить. Так, эй! Ты чё думаешь, что ты бочки поставил, я их сдвинуть что ли не смогу? Серьёзно? Так, на тебе. Так, первая бочка есть, вторая есть. Ничего себе. Так, ну, зомби так точно не умеют. Так, Стеф, погоди, сейчас я приду. Обалдеть можно. Что происходит вообще, не понимаю. Так, здесь ничего нет. Ух ты! Так, вот и зомби появился. Так, ладно, он убежал. Пока что он убежал. Я думаю, то, что мне сейчас стоит связаться с рядовым. Хотя нет, я сейчас, наверное, просто Стефа возьму. И я думаю, то, что стоит отсюда выходить. Потому что рядовой, в принципе, он уже в пути. Он вот-вот уже должен подойти. Так, Стеф, иди-ка сюда. Пойдём. Так, ладно, этот факел я пока здесь оставлю. Так, надеюсь, то, что рядовой понял, о чём шла речь вообще. Так, где у нас тут? Стоп. Это тоннель, что ли? Шэдди, я здесь стою. Иди сюда. Рядовой? Погоди. В смысле? А? Ты зачем завалил проход-то? Да какой я завалил? Я тут пришёл, тут уже всё завалено было. Ты как пролез-то туда? Как пролез? Я думал, то, что я сейчас хотя бы мы Стефа куда-то отвезём. Он у меня сейчас на спине тут. Ё-моё. Слушай, там выход есть какой-то другой, нет? Да какой выход? Я тут ничего не видел. Давай быстрее вылезай как-нибудь оттуда. Тут сейчас зоби потихоньку стягиваются из-за того, что я стрельбу на улице открывал. Да я бы рад вылезти. Так, ладно. Рядовой, ты тут, короче, это, держись как-нибудь. Мне придётся какой-то, видимо, другой либо выход, либо вход, короче, искать что-то из этого. Ладно, ладно. Давай, давай, ищи, ищи. Я, короче, тебя прямо здесь в этом буду вместе ждать. Ты, если чё, как только что-то найдёшь, сразу мне пораться и сообщай. Вот. Ладно, всё, давай. Капец, столько не хватало, чтобы сейчас со Стефом ещё таскаться по этим тоннелям бесконечным. Есть, конечно, один вариант, куда можно пойти, но мне этот вариант вообще не нравится абсолютно. Там какая-то щель, она прям очень узкая, и я даже не знаю, как туда пройти. Там очень темно, что самое мне больше всего не нравится, там очень темно. Это вообще ни в какие рамки не лезет, по-моему. Ещё и не пролезь сюда. Так, ладно. Сейчас я, наверное, бочку для удобства поставлю вот так вот. Опа. И как-нибудь пролезу так. Эть. Ладно, хоть со Стефом ещё можно пройти. Так, чё у нас здесь? Так. О! Стоп, эта темнота заканчивается. Это какие-то материалы непонятные. Обалдеть. Стоп, это канализация, что ли? А чё она какая-то тёмная? Так. Ну, вот здесь мне уже побольше нравится на самом деле. Так. Стоп, это учёный валяется? Серьёзно? Так. Что за учёный? У него пусто всё. Так, а здесь у нас? Так, ну. В принципе, отлично. Я думаю, что благодаря этой канализации я сейчас в сторону города и выйду как раз. Ещё один учёный. Стоп, откуда в канализации учёные? Я бы понял, допустим, если какой-то военный либо выживший тут был. Но тут повсюду учёные просто валяются. Так, ладно. Это очень интересно на самом деле. Так, чисто. О, а это чё за коробочка такая? О, патроны. Ничего себе, откуда они тут оказались вообще? Ещё и упакованные по максимуму. Так, и вот, по-моему, ещё и зомби начинают кричать. Так, тут паутин ещё. Это главное не попасться в неё тоже. Так. О, зомби пошли. О, свет какой-то. Так, а чё за светом такой непонятный? Так, нате, зомби. Ой, отхожу. Так, кто здесь? Кто здесь? Так, что это такое? Так, не понял. Какие-то тараканы, что ли, ползают? Я понять не могу. Так, ой, что это? Капец. Я ничего не вижу даже. А, вон он ползает. Капец, его вообще не видно максимально прям. Так. По нему даже попасть очень невозможно, по-моему. О, что ж такое-то? Да. Всё, наконец-то. Так. А что это такое? Какой-то проход. Это на коленизацию уже и особо не похоже. Там как будто бы что-то другое виднеется. Так, 12-й калибр. Кстати, попадут 12-го калибру. У меня же, по-моему, там дробовик где-то был. Так, мне бы ещё Стефа куда-то положить, потому что с ним по этим тоннелям таскаться, это вообще бред, по-моему. Так. Так, да, вот у меня Сайга здесь была. Я, наверное, сейчас на ближнюю дистанцию всё-таки возьму. Так, тут 3 из 5 получается. Всё. Готово. Так, это уже интересно. Стоп, там ещё и снимки какие-то висят непонятные. Так. Опа, нет, ещё тараканы эти. Да чтоб вас, куда вас тут больше, чем зомбаков, по-моему. Так. О, знак этой корпорации, амбрелла висит. Так. Я тут... О, ничего себе! Стоп, откуда здесь в этом тоннеле вообще такие комнаты? Я не понимаю, я лучше здесь стрелять вообще не буду. Для того, чтобы... На тебе! Для того, чтобы ничего тут не сломать. Стоп, так вот, может быть, здесь эти солдаты, получается, где-то прячутся, я не знаю. Только проход какой-то очень странный, честно говоря. О, ещё одна зомбятина! Хотя, если зомби тут бегают, то, скорее всего, здесь никого нет. О, кровати. Сейчас я как раз Стефа, я думаю, туда положу и... Внимательно уже. Всё, смотрю! Ещё двое стоят. Всё. Так, никого больше? Так, по-моему, никого нет. Так, Стеф, давай-ка ложись сюда. Готов. Всё. О, Стеф, у него хотя бы видок получше стал. Слышишь меня, нет? Не, пока без сознания. Так, кстати, тут можно капельницу какую-то поставить ему. Мне кажется, ему даже, возможно, ещё легче станет. Так, ладно, это всё понятно, конечно, но откуда здесь, возле вот этой канализации, прямо под больницей находится целая лаборатория? Да тут ещё и такие полы везде, просто я не знаю. Я такого ещё никогда не видел нигде. Так, что... Ой, ещё один зомбак! Так, на тебе. Так, камера заморозки. Так, что это такое? Офигеть! Так, это, получается, они сюда зомби привозили, они их как-то замораживали, что ли? Они живые или нет, интересно? О, а это же тот самый, который вот возле двери, получается, стоял. Обалдеть. А тут ещё нет одной вот этой штуки. Такое чувство, как будто бы они собирали целую коллекцию зомби, и как будто бы каждый из этих зомби, он какой-то уникальный. Но одного почему-то действительно всё-таки нет, реально странно. Очень странно это всё, ладно, прохладно в этой комнате, я, пожалуй, сюда пока выйду. Так, выход на случай катастрофы. Так, а это выход. Так, выход, получается, куда-то вот сюда ведёт. Так, ладно. Я пока что все остальные комнаты осмотрю. Так, вот здесь самое интересное, как по мне. О, кстати! Вот эту штуку, по-моему, можно... Кстати, у меня же такие штуки и были. Вот я сейчас ТЭФу и её и поставлю, наверное. Так, экраны у него вроде открытых нет, я думаю то, что... Хотя нет, я пойду ему лучше ещё и раны, на самом деле, посмотрю. Так, сейчас этот костюмчик пока что надену, а то думаю то, что в броне этой... Все измазанные в зомби, мне кажется, небезопасно будет совсем. Так, я сейчас сюда. Так, броньку пока что уберу. Всё, отлично. Так, сейчас капельницу по-быстрому поставим. Так, ТЭФ! Не, без сознания пока что. Так. Так, куда он тут крепится? Вот сюда, по-моему. О, всё отлично! То, что надо. Надеюсь, то, что ему скоро полегчает. Так, тут какие-то пилюли лежат. Так, здесь у нас медикаменты, кстати, то, что надо. Они потребуются нам. Кстати, я думаю то, что, если что, нам можно даже сюда всем переместиться, чтобы пока что вертолёт чиниться, мы можем в этой лаборатории скрываться. Понять бы только, где у неё выход находится. Вот. Так, здесь у нас... Кстати, даже ножницы есть. Даже ножницы есть. Так, ладно. А что у нас здесь? Так, письмо какое-то есть. Кстати, стоп, я же ТЭФ хотел обработать, пока что он там цел. Так, сейчас ему ногу перебинтую, потому что я помню, как будто бы с ногой какой-то непорядок был. Так, ну-ка. Так, сейчас мы... Опа. Вот так сделаем, готово и... Готово. Всё, отлично. Так, и теперь письмо. Так, напоминание. В основной сектор не спускаться, идёт дезинфекция помещений. Передать результаты опытов в лабораторию для проведения дальнейших исследований. Так, и всё получается. Больше даже никакой информации нет. Хм, так интересно. Но непонятно, на самом деле, понятнее вообще не становится. Так, а здесь у нас вход в лабораторию. Вход только для персонала. Вход только в костюмах. И дверь с кодовым замком. Так тут получается лаборатория ещё больше, что ли? То есть это получается как маленький клочок совсем, то что я нашёл. Ничего себе. Так, ладно. Сейчас посмотрю, куда она тогда выходит. Так, ну, комнату я вроде зачистил всё. Я думаю, что сейчас... Кстати, вот эту полку я, по-моему, не проверял. А здесь пусто. Я думаю, что, короче, Стэв пока что здесь в безопасности. Да, всё. Сейчас я по-быстрому поднимусь. Если надо будет идти слишком далеко, то я, наверное, на рацию к рядовому выйду. И если что, запрошу его уже. Так. А, вот и выход, что ли? Серьёзно? Так. Стоп, так это же я прямо возле больницы? Стоп, серьёзно? Рядовой! Я здесь на улице, слышишь? Возле... Ой, у меня винтовка не заряжена. Выходи давай. Шэди. О, ты как вылез-то вообще? Да тут... Тут под этим... Под этой больницей целая лаборатория, короче, находится. Лаборатория? Да ладно, ты чё? Откуда он там взят столько... Погоди, а где Стэф-то? Стэфа я там оставил. Так, сейчас мы зомби побольше зачистим, давай. Потому что это... Я думаю то, что... Их надо подальше от этой территории явно отогнать. Так что давай. Ладно, понял. Сейчас я тоже посмотрю, чтобы они ниоткуда пока что не шли. Да, давай-давай. Они тут по всем сторонам, в принципе, наступают. Смотри. Да, сейчас я пойду туда, короче, пока что что-ли проверить. Я пока на перекрёстке проверю. Короче, слушай. Помнишь те солдаты, которые мы на вертолёте видели, которые прилетали, мы ещё у них деревушку проверяли? Вот. Эта лаборатория, походу, к ним относится. Да ладно, амбрелла вот эта вот что ли? Да-да, там везде плакаты висят, и там такое чувство, как будто бы просто лаборатория будущего какая-то. А как в неё войти-то? Войти, сейчас покажу. Так, стой, зомби, за тебя. Так, есть. Готово. Так, иди сюда. Вот смотри, вот это одну из трёх. Видишь вот эти вот плиты, короче? Как ты думаешь, что это? Эээ, ну тротуар обычный, в смысле? Я вот тоже думал то, что тротуар. Вот попробуй открыть его, например, вот этот. Так, давай, так. Опа. Ну и чё? Аня, стой, погоди, стой. А, вот, 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 видал? Ничего себе. Я бы никогда в жизни на самом деле не подумал, что тут что-то находится. Согласен. Так, давай, спускайся, сейчас ты ещё больше офигеешь. Да-да, сейчас ещё, вот, на тебе, зомбетина. Так, спускайся. Так, давай-давай-давай, пока никого нет. Проходи. Так, ничего себе тут тоннели, конечно. Тут весь город разрушен, а вся лаборатория выглядит так, как будто бы её буквально вчера, что ли, построили. Ничего себе. Чё это за камеры, заморозки здесь? А, иди сюда, заходи. Я сам не знаю, смотри. Короче, вот этот. Видишь вот этого зомби? Или кто это вообще? Ну-ну-ну. Вот, короче, он, получается, вместе со Стефом был. Вот, не вместе со Стефом, а, вернее, я его заметил, когда, помнишь, я тебе говорю то, что кто-то бежит, ты говоришь то, что зомби обычный. Вот он побежал в больницу, а сегодня, короче, когда я тебе сообщал, чтобы ты сюда приходил, он, получается, прямо за дверью стоял, и перед тем, как этот обвал образовался, он, короче, взял и бочками меня заставил зачем-то, понял? Слушай, такое чувство, знаешь, как будто бы он и капельницу это существо поставило Стефу, и как будто бы, короче, он хотел, чтобы ты там остался, чтобы ты в безопасности был, ну, на всякий случай. Кстати, похоже, ты что с ножом-то бегаешь? Да я так это, на всякий случай просто. Ладно, пойдём дальше, смотри, а вот в этой комнате, получается, вот этот проход, это как раз-таки то заваленное помещение, то есть если туда по этому тоннелю идти, ты в итоге придёшь прямо туда, где я был, короче. Понятно. А вот, кстати, картина даже, да, это висит, корпорация этой. Да-да-да, картина то, что надо, но самое интересное, короче, смотри, если пройти вот сюда, то тут есть какая-то запарольная дверь, то есть мало того, что тут нужно узнать код от этой двери, нужно носить специальные костюмы, чтобы туда зайти, и я-то же будешь представить, что там вообще будет. Такое чувство, как будто бы, слушай, а может быть, они этот лагерь-то там не просто так заняли эти солдаты, может быть, у них в этом лагере там находится где-то вход, то есть подземный, точно такой же замаскированный, который ведёт туда же, в эту лабораторию. Слушай, а идея на самом деле хорошая, потому что незачем действительно таким крутым солдатам с вертолётами, с какими-то там бочками, непонятно, с зелёной жидкостью, занимать какие-то маленькие лагеря. Слушай, это возможно и вправду, а может быть, они просто искали вот это место? Короче, надо в любом случае попробовать с этими солдатами встретиться. О, а вон СТФ лежит, так, а я ему зайду, посмотрю, а чё с ним, кстати, там вообще? Он, я не знаю, я не знаю, там капельница в том помещении стояла, я ему, короче, решил ещё больше поставить, ну, он хотя бы нормального цвета стал, а то он какой-то бледный был, прям вот серьёзно, как стена вот эта. А, понятно, понятно. Слушай, ну об этом месте нужно, мне кажется, точно Хантеру сообщить, вдруг у него какая-то информация, может быть, есть. Хотя, с другой стороны, если бы он что-то об этом знал, он бы, наверное, нам бы уже точно самим сообщил. Да, согласен. Слушай, ну что тогда дальше-то делаем? Ну что, дальше, получается, ждём, пока СТФ придёт сознание, надо спросить, знает ли он что-то по поводу лески, и надеяться на то, что он починит вертолёт, и мы, наконец-то, нормально сможем перемещаться, ведь самолёта-то больше нет, на котором ты прилетел. Да, самолёт в стенку вмазался, прям здание. Да, тогда, короче, получается, пока СТФ не очнётся, нам действительно делать нечего, мы не улететь, ничего не можем. Да, это точно. Ну, я предлагаю, короче, пока здесь посидеть, только знаешь чё, давай пойдём, короче, этот, вот этот тоннель туда, который ведёт, давай его заставим полностью. Это, кстати, хорошая идея, так, только нам... Так, давай, знаешь, аккуратно, короче, сейчас я системные блоки двигаю, ты давай стол бери, короче, прям стол на стол поставим. Так, а я пока что компьютер тоже куда-нибудь подальше отсюда поставлю, так, системный блок сюда, опа, так, стол, давай, шейди, монитор. Всё, я убрал монитор, так, сюда, сейчас я второй стол тоже сам поставлю, опа, готово, и вот так. Ну всё, хотя, откуда там зомби придут, ты же оттуда прошёл, всех зачистил, а там, считай, всё завалено. Ну, знаешь, на всякий случай, пускай лучше побольше всего стоит, знаешь, ой, я сейчас даже, короче, книжную, не книжную полку, короче, даже вот эту штуку туда поставлю. Да-да, согласен, ну, пойдёт, короче, пойдёт. Ладно, пошли в комнату Стеф тогда, будем ждать. Да, остаётся только ждать. Остаётся только ждать, будем.